Это похоже на рабство. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, как хотят использовать наших соотечественников. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Используйте, пожалуйста, VPN при просмотре. Поддержите, пожалуйста, наш канал. На днях секретарь Совбеза Российской Федерации Николай Патрушев сообщил о том, что для трудовых мигрантов будет ужесточена ответственность за нарушение правил пребывания в стране. Напомним, в своем заявлении глава Совбеза Российской Федерации сообщил, что намечаются масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов и предусмотрены законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в нашей стране. Он также отметил, что правоохранительным органам и спецслужбам поставлены задачи по выявлению членов международных террористических и экстремистских организаций, использующих миграционные каналы для совершения террористических актов и иных преступлений. Кроме того, по словам Патрушева, значительное внимание будет обращено на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, на обучение их детей по российским общеобразовательным программам. Даны и другие поручения правительству России, заинтересованным министерством и ведомством, полномочным представителем президента Российской Федерации в федеральных округах и главам региона в России, сказал он. Эти меры обсуждались 19 октября на заседании Совета Безопасности, во время которого в режиме видеосвязи выступил президент Российской Федерации Владимир Путин, который призвал скорректировать миграционную политику в России. Издание «Деловой Петербург» передает его слова о том, что необходимость таких корректировок возникла в связи с изменениями в мире. По его словам, сфера миграционной политики крайне чувствительна для национальной безопасности. На ситуацию в этой сфере влияют моральные и региональные факторы. Путин призвал реагировать на изменения, исходя из тщательного анализа новых реалий. Между тем, издание Life.ru рассказало о том, как будут решаться поставленные задачи. Издание отмечает, что на первое место выходит поддержанный президентом Путиным проект создания адаптационных центров для мигрантов. Пока в России работают миграционные центры, где иностранные граждане получают разрешительные документы. А для этого надо пройти медицинское обследование, сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться. У адаптационных центров задачи шире не только оформить документы, но и обеспечить сопровождение нахождения мигрантов Российской Федерации, в том числе ведя учет их занятости и мест фактического проживания. Последняя функция пересекается с некоторыми задачами Министерства внутренних дел. Кроме того, предполагается, что адаптационные центры будут нести функцию культурной адаптации иностранных граждан вплоть до обучения детей мигрантов по российским общеобразовательным программам, пишет издание. Как вы относитесь к очередному ужесточению? Как вы думаете, действительно ли оно будет во вред нашим соотечественникам? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Вторым, но не менее важным пунктом, по мнению издания, является направление, которое обозначил секретарь Совбеза Патрушев. Это проведение мероприятий по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов. По мнению экспертов издания, для успешного решения этих задач и сохранения должного уровня порядка, на постоянной основе потребуется привести к единому знаменателю все уже существующие правовые нормы в области миграционного законодательства. И это возможно сделать только при активном участии законодателей. Если речь о недопущении этнических анклавов на территории Российской Федерации, то надо определиться, что считать таким анклавом. А для этого следует ввести правовое понятие этих образований и, возможно, их статус для администрации регионов и структур МВД, отмечает эксперт-политолог Игорь Круговых. В Главном управлении по вопросам миграции МВД Российской Федерации пояснили, что на настоящее время термины «диаспора», «этноанклав» и другие имеют расширенную смысловую нагрузку, а правовой не имеют вообще. Хотя, если бы в законе такое понятие было, то это облегчило бы задачу профилактики правонарушений, так как появилась бы законная возможность ввести организованную работу, например, с этногруппами, пишет издание. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Михаил Романов, комментируя этот вопрос, отмечает, что главная цель государства – это приоритетная защита интересов именно своих граждан, и в этой связи ужесточение миграционной политики вызвано объективной реальностью. Третьим направлением специалисты обозначают необходимость пересмотра порядка выделения квот, так как нелегальный труд является главным стимулом для нелегальной миграции. К сожалению, сейчас мигрант может въехать в Российскую Федерацию формально для того, чтобы трудиться на стройке в Краснодарском крае или для выращивания овощей в Астраханской области, а в итоге работать курьером в Москве, и ответственность за это практически никогда не наступает, отметил старший юрист компании «Европейский дом права» Залимхан Магомедов. Решить этот вопрос можно только усилением ответственности тех, кто оформляет квоту. И тут требуется не только обозначить некие штрафные санкции, но и, например, отзыв лицензии у нарушителя. Вот тогда это будет реальной мерой. Издание также пишет, что представители строительного бизнеса, аграрных и транспортных компаний часто заявляют об острой нехватке рабочих рук и формируют запрос для власти упростить въезд иностранцев в страну. Однако, по мнению специалистов, приток относительно дешевой рабочей силы уже не является драйвером экономического роста даже для больших городов Российской Федерации. Сейчас мигрант, приехавший на низкоквалифицированную работу, очень быстро понимает, что он может воспользоваться полулегальными возможностями заработка. Отсюда мы и получаем рабочих, не существующих клининговых компаний и курьеров с фиктивным оформлением строительной фирмы. «И без ужесточения контроля со стороны государства навести порядок уже невозможно», передает издание слова адвоката межрегиональной коллегии Москвы Дмитрия Шагина. По словам таджикского правозащитника Карим Джона Юрова, создание адаптационного центра – это формальное рабство для мигрантов. Об этих адаптационных центрах говорят уже несколько лет, и на их создание выделены огромные средства, но по факту их лишь несколько. Мы были в одном из них и знаем, как там. Туда загоняют массово мигрантов, а разъяснительные работы работникам органов правопорядка больше напоминают угрозы. По сути, с точки зрения прав человека, эти центры превратят мигрантов в рабов, да и их создание противоречит самим целям, по которым они создаются. Как раз-таки они и станут анклавами. А если говорить об ужесточении мер для мигрантов, то для них и так все, что можно было, уже давно ужесточили. Куда дальше, отмечает эксперт Карри Джон Юров. Он сравнивает эти адаптационные центры с лагерями для каких-то животных, куда будут сбивать всех мигрантов, давать им указания, как вести. Тем самым они не будут чувствовать себя людьми, которые приехали заработать. Они будут чувствовать себя рабами. А вы как думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.